Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео я представлю вам введение врезание пищевых материалов. Мы начинаем с вами огромную масштабную, я бы даже сказал, работу по обзору резания пищевых материалов. Это вводная лекция, которая либо пробудит ваш интерес к следующим лекциям, либо оставит эти лекции без вашего внимания. Далее я перечислю лишь небольшое количество тех вопросов, которые мы могли бы обсудить в этих лекциях по резанию. Мы начнем с большой, возможно, лекции, которая будет разделена на несколько видео, в которой мы рассмотрим прежде всего конструкцию режущего полотна, а также каким образом эта конструкция зависит от свойств материала, который подвергается резанию. Также затронем коротко режимы резания, то есть скорости подачи, скорости резания, углы заточки ножа. А потом, спустя, возможно, 3-4 лекции мы начнем рассмотрение уже конкретных конструкций ножей, то есть пластинчатых ножей, дисковых ножей, резку струной, чтобы подробно по каждому из видов ножей представить материал о том, а для чего используется та или иная конструкция режущего инструмента, а почему она используется именно такая, а не другая. И уже ближе к концу нашей работы по резанию пищевых материалов, к выпуску, к концу выпуска видео лекций, мы с вами остановимся очень коротко на основных направлениях развития техники и технологии резания и посмотрим, как повысить эффективность процесса резания. Конечно же, для подписчиков Бусти эти лекции будут выходить намного раньше, чем на ютубе. Вы можете подписаться на Бусти по QR-коду или по ссылке в описании и смотреть эти видео лекции раньше остальных. Кроме того, на Бусти я буду выкладывать к каждой лекции, возможно, небольшой конспект, но основные формулы будут представлены там. Резание является одним из основных технологических процессов производства большинства пищевых продуктов. От рационального введения этого процесса зависит не только качество изделий, но и рациональное использование сырья и полуфабрикатов. Пищевые материалы, подвергаемые резанию, имеют разнообразные физико-механические свойства, которые к тому же изменяются в процессе технологической обработки. Поэтому в промышленности нашли применение различные режущие машины и устройства с использованием в качестве режущего инструмента пластины, диска и струны. Основными путями совершенствования и интенсификации процессов резания пищевых материалов являются научно обоснованный выбор режимов, процесса и параметров режущего инструмента с учетом физико-механических свойств обрабатываемых материалов, применение вибрирующих ножей, ножей с подогревом или охлаждением, с антиадгезионным покрытием, струей жидкости или газа, лазера. Совмещение режущего устройства с другими технологическими машинами с целью создания механизированных и автоматизированных поточных линий. Применение износостойких материалов для рабочих органов резательных машин, создание универсальных резательных машин, применимых для резания широкого круга пищевых материалов, разработка режущих устройств, обеспечивающих высокое качество продукта и исключающих потери сырья и полуфабрикатов. Резание – это технологический процесс обработки пищевых материалов, сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. Он широко применяется в пищевой промышленности для разрезания пластов и жгутов конфетных масс на отдельные корпуса, отделение куска от тестовой массы, разрезание туши или большого куска мяса на части, отделение головы и плавников рыбы, порционирование рыбы и мяса, резание овощей и фруктов, отделение гранул при выпрессовывании и тому подобное. Резание часто осуществляется в сфере общественного питания при разделении на части различных продуктов – хлеба, колбасы, рыбы, мяса, сыра, овощей. Материалы, подвергаемые резанию имеют разнообразные физико-механические свойства – хрупкая конфетная масса, упруго-пластичное волокнистое мясо, вязко-пластичное мыло. Они могут быть однородными – тесто, конфетная масса или неоднородными – рыба, хлеб, табак и затропными – мыло, тесто или анизотропными – мясо, рыба. Иметь в своем составе более прочные элементы по сравнению с основной массой – волокна, кости, орехи в конфетной массе. Помимо этого разрезаемые материалы могут быть в естественном состоянии или предварительно подвергнуты дополнительной обработке, такой как подпрессовка табака, формование и охлаждение мяса при порционировании и другое. В зависимости от реологических свойств материала выбирается способ резания, вид режущего инструмента, скорости резания, подачи продукции. На качество среза и конечную форму продукта влияют тип ножа, характер заточки режущей кромки, соотношение скоростей резания и подачи. Резание производят разными по виду ножами, лезвия которых имеют гладкую или фигурную режущую кромку, внедряющуюся в материал и создающую в местах контакта разрушающие напряжение. Резание пищевых материалов производится на специальных резательных машинах и устройствах. Конфеторезательные, однооперационные, рыборазделочные или при помощи резательных механизмов, являющихся частью технологических машин. Тестоделители и рисоформующие, многооперационные, рыборазделочные. Создание общей теории, объясняющей качественные и количественные закономерности процесса резания довольно затруднительно, ввиду разнообразия реологического состояния пищевых материалов. Поэтому резание часто рассматривается с точки зрения эмпирического подхода. При этом большое внимание уделяется исследованию влияния геометрии режущего инструмента, скорости резания и подачи, сопротивление трению материала по поверхности, ножа на силу резания, а также на качество поверхности среза. Создание общей теории, объясняющей качественные и количественные закономерности процесса резания довольно затруднительно, ввиду разнообразия реологического состояния пищевых материалов. Поэтому для описания процесса резания часто используется эмпирический подход. Уделяется внимание исследованию влияния геометрии режущего инструмента, скоростей резания и подачи, сопротивление трению материала по поверхности ножа, на силу резания и на качество поверхности среза. При этом учитываются физико-механические свойства материалов и их влияние на процесс резания. Предложены уравнения, содержащие физико-механические характеристики перерабатываемого материала. В наших видео-лекциях рассмотрим современные взгляды на физическую сущность процесса резания пищевых материалов, обладающих разными физико-механическими свойствами. Рассмотрим основные закономерности резания пластинчатыми и дисковыми ножами, струной и виброрезания. Будут представлены устройства резательных машин, устройств и механизмов различного назначения, методы расчета производительности резательных машин, усилий и работы резания, направления развития техники и технологии резания. Затроним также вопрос качества вновь образованной поверхности среза и повышения эффективности процесса резания. Я прошу вас подписаться на канал на ютубе, поставить колокольчик уведомление, чтобы вы были в курсе выхода новых видео. Я надеюсь, что эта огромная работа будет полезна не только вам, но и мне с точки зрения упорядочивания моих знаний в области резания пищевых продуктов. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам успехов и до новых встреч. Продолжение следует...